здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас но не знаю как в таких случаях говорят может быть разгрузочный а может быть наоборот загрузочный эфир потому что в студии юморист заслуженный артист россии николай лукинский здравствуйте николай здравствуйте с этим его бы николай александрович мне кажется это уже доброго как приятно николай скажите вот обычно общаясь со многими представителями но как раньше говорили вашего цеха на сцене яркость талант сверкает да у всех а в жизни часто человек довольно скромен тих вот вы какой в жизни на сцене талант сверкает и в жизни и скромен конечно необычайно помогает но вы знаете вот такой оптимизм с детства по жизни такой легкий характер родители были такие бабушка такая была которая на руках я вырос поэтому баба обо мне так не скажешь что в жизни смурнята сразу выключилась камера сразу утром просыпаюсь в хорошем настроении если конечно ничего там такого не не произошло то как бы в нормальное мое состояние это хорошее настроение и этот оптимизм так получилось что вы делитесь этим этими оптимизмом со всеми остальными руб это стало ваш профессия работы такая но мы сейчас об этом поговорим но прежде всего должен сказать что овске люберцы малаховка для вас это такое очень важное место тем более что вы сейчас поймете в нескольких ипостасях здесь николай лукинский представлен конечно уже поговорим о его творческом пути но прежде всего вопрос вы сейчас живете в люберцах можно сказать в резком районе до мало воды давно попали вы же сами оттуда издалека из я я оказался в жулебина в девяносто пятом году в девяносто и сам году да и мы снимали год снимали квартиру в кузьминках это был вот мой приезд москве уже поближе и да и пётр павлович берегов тогда был главой выхи на жулебина и он мне просто посоветовал говорит это я искал купить квартиру будет вот новый район жулебина я значит действительно там в жулебина общем купил квартиру небольшими проблемками конечно как у всех а чтобы интереснее было да без проблем да а потом уже уже в начале двухтысячных мы купили дачу малаховки и построили коттедж собственно говоря прям на этом месте поэтому передышать и воздух теперь мы живем до за городом уже ну почти 20 лет хорошо а уже я местные 2 даже не да уже считается местный да по всем так сказать параметрам николай но вернемся все-таки к творчеству потому что вы появились на большом экране в такой вот разгар событий всевозможных потому что мы все воспитаны в том числе я на коротких редких программах типа вокруг смеха появление каких-то где-то писатель сервером утром до радио до доброе утро с добрым утром опять 25 и слова анекдоты которые то запрещали то опять она появлялась в радио эфире потом эти новогодние голубые огоньки когда в любое появление хоть какого-то юмористы это прям был восторг даже неважно что он говорит что понятно что будет смешно потом появляется проект в котором вы тоже принимали участие но все начиналось это понималось леона измайлов да да как вообще пап как вот рискнул человек живет и скромность с большим трудом нашел телефон леона моисеевича так и дозвонился до него сейчас скажу как раз это 9 еще жил в смоленске я тогда я из новосибирска переехал смолисток я туда-сюда и побросал несколько раз да и вот я в в смоленске в девяносто первом году я дозвонился до леона измайлова он говорит ну давай приезжай я тебя бы я тебя посмотрю концерт концертный комплекс измайлова до измайлов измайлова поэтому легко запомнить где были мои первые московские концерты я приехал 31 мая и 1 июня были концерты тоже легко запомнить да то есть лето вашей жизни можно сказать начало начало лета конец весны начало лета и принял участие в концерте причем это был огромный ну измайлова представляете себя да ну там ну наверное несколько тысяч было одну там не скажу несколько полторы-две тысячи зрителей точно было потому что как-то там не не весь весь комплекс и так одна трибуна или полторы трибуны и леон моисеевич колька я опознаю никогда еще у меня нет там коля называл коля я опознаю значит ты придешь выступишь а потом мне расскажут все думаю мою опять ну обломка ради него и я при приехал а после меня шли ну уже там на то время конечно известные артисты для нет а тапов в один да бурский в общем артисты там театра леона измайлова театра юмора плюс он называется плюс то профессиональные любители юмора и сатиры все я выходил на сцену или вторым или треть в общем самом начале там слава музыкальная группа под названием гавт компания ну календы кинуга в то это не имеет отношения тоже так название креста да и я выше а так как я то был из провинции антист провинциально своего репертуара у меня естественно не было мне было нахватано из всяких книжек сборников там записей каких-то я вышел короче и свою программу там до минут на десять наверно выдал и все кто шли за мной половина реприсов у каждого было это в репертуаре и конечно они меня мягко говоря не взлюбили и тут приезжает ли он измайлов середине концерта у них вот такие глаза или он кого-то нам подсунул он нас репертуарами есть выдав ли он начал хохотать за это должно не как его мой молодец вот выгрузить из теперь и все и он смотрел меня в гримерке уже как бы но ему сказали что успех был конечно но как бы из хлопали до хлопали да вот и да ну и типа репризы по потерял у нас но я не умышленно я не знал что у кого-то это тоже в репертуаре и он меня послушал и и и пригласил работать в театр в общем так коротко я скажу и я я думаю чем я его тогда ну скажу так очаровал я пародия на горбачёва было ну да время моя вообще популярная девяносто первый год самое что я ему показал как горбачёва пародирует миша евзокимов как двойная пара и на я помню когда левина кур там в грушевский ну в общем вот такой сбор и он ему понравилось в общем он меня пригласил театр и я начал ездить из смоленска на концерты в москву ночной поезд потом день где-то я тут кувыркаюсь как говорится вечером концерт ночной поезд обратно в смоленска до продолжалось четыре года вот до моего переезда уже в москву в кузьминке так что так пришлось помыкаться но но ведь это же было прекрасно когда у человека есть желание ведь можно своим талантом что называется так и просидеть и потом мечтать где-то думать а вот можно было бы попробовать знаете так лет в 70 а вы сразу начали и понятно далеко не сразу я не веду до этого до этого у вас уже был задел и так далее но это уже закончил технический вуз уже да я вот хотел об этом спросить потому что вот эта история эти физики и лирики она вас тоже как бы не минуло да вы пошли учиться потому что нужно было или прям хотя вообще поступил новосибирский водный институт инженера водного транспорта я занимался боксом и самый простой способ был поступить в воднике был бокс развит так себе мягко говоря я 6 класса боксер все время он там сибири дальнего востока это там по юношам по моему диплом то есть сейчас я поступил на первый курс в институт но так как я был с первого класса влюблен в одноклассницу мою теперешнюю жену то когда я поступил на первый курс ее родители переехали решили переезжать смоленской и увозят а как да я без нее никак я поэтому да это было на зимней сессии они переехали я говорю я закончу первый курс и я буду переводиться там кого-нибудь смоленский институт и письма каждый день и я значит заканчиваю первый курс беру перевод причем перевод мне не дают пришлось отчислиться ехать и в смоленский филиал мы восстанавливаться и в ну и живу в общежитии в общем вот так все вот любовь нет все подобия благополучно мои закончил характер у меня такой что если за что-то берусь я должен до конца обязательно это довести да и потом я понимал уже раз так его любишь тебе надо жениться значит у тебя должна быть профессия ты уже в институте учишься и в общем так я сам себя не держал при том что мне было совершенно неинтересно боксов смоленский уже на таком уровне можно сказать не было и я там да да довольно быстро сброс мог быть спортсмен у нас но в какой-то степени мог вы ведь как точно как на концерте измайлова фактически николай украл все мои уже вопросы то есть когда-то мне жеванецкий сказал с вами интересно общаться я сам себе задаю вопросы сам на них отвечают мы обязательно во второй части поговорим о личной жизни тоже всегда интересно тем более действительно история с первого класса тянется не так много людей которые любовь сколько это теперь уже любой сейчас тогда уже я скажу главный праздник который мы отметили с женой 1 сентября 55 лет как я в нее влюбился вот так и об этом поговорим во второй части а сейчас давайте о боксе потому что бокс еще связывает николая мы вернемся обязательно уже вот к эпохе аншлага вот этого постоянного участия уже в проектах ну а пока бокс бокс и люберцы это тоже у вас теперь вы здесь у нас не просто так еще находитесь тренировки продолжаются значит вы же участник проекта целого роли уже победитель я да скажу уж не скромно участник победитель участник победитель проекта король ринга и после того это было 2008 год а я до этого не очень был связан так с люберецким с люберецким боксерами и тренировался я в проект к проекту готовился так я вообще бокс не ходил 30 лет я с тех пор не занимался а ну что он вообще надо только по телевизору и когда меня в проект пригласили и они дали мне и тренера и зал где заниматься это институт горный университет московский на лей на ленинском проспекте и там замечательные тренеры которые со мной там все участники тренировались можно сказать и когда я в этом проекте победил я понял чтобы я набрал форму я это интересно и продолжу получается я решил нужен для себя конечно продолжить и я дать выскать где вот здесь поблизости возможно найти и нашел люберецкий спартак очень подружился заочно был знаком с тренерами например михаил ратников мастер спорта международного класса он сейчас там один из главных тренеров вот мое в моей молодости он был членом сборной советского союза четыре года то есть я вас это его имя просто знал я не был с ним знаком конечно но до такой авторитет берем здесь тренеру такой парень хочу сказать да а что бокс дает вам бокс здоровье здоровье дороже 7 раундов отстоял по полторы минутки правда так скромненько ты тут пауза была долго не тренировался я дышу за счет уже должность работает сердце значит кровообращение только и всего в общем в общем для здоровья а вот этот дом и договариваемся мы конечно уже взрослые дядьки сильно не бьем легкие ударчики что называется в пятнашки но вот это все остается эти сервисы ручки до движения поэтому вот хорошая как вы относитесь к тому что ну единоборство понятно мужской вид спорта и так далее но в боксе особенно когда там улась это я сдаю у нас кстати спортсмена вы знаете что любят эта территория спорта но на вашем месте все перебывали вот я имею те люди которые занимаются и продвигают не только ли беретский на российский спорт а вот такой миф что вот бокс это голова удары по голове и у человека могут быть проблемы тем более у нас есть известные спортсмены не будем их называть импортные да как вам этот бокс не помешал тогда в молодости вы знаете как бы очень важное качество для боксера и с этим надо определиться в детстве в детстве еще слабенькие ударчики лет до 15 можно спокойно заниматься да а потом уже тренер ну и родители тренер там сам направят сам вот нет них не в том дело что направить они уже определяют уже говорит есть у тебя способности вот эта интуиция не подставлять голову под удар то что главное в боксе вообще бокс это искусство защиты не искусство драки или нападения а искусство защиты англичане когда-то создали вот главное чему учит бокс это на уровне интуиции убирать голову с линии удара за долю секунд предсказать это на самом деле талант и я скажу без ложной скромности мой тренер мне говорил что у меня этот талант есть он всегда приводил меня пример моим ровесиком берите с лукинского пример не подставлять голову под удар вот как бы вот такая хорошая концовка для первой для первой части не подставляйте да и тогда можно до бесконечности заниматься да а если нет этого таланта то лучше остановиться уже дальше после 16 лет уже ударчики тяжелые вот мы теперь выяснили для чего люди занимаются боксом я сделал небольшую паузу на студии юморист заслуженный артист россии николай лукинский как мы обещали во второй части обязательно будет и немножко о личной жизни напомню что эта программа открытый диалог у нас в студии мария заслуженный артист россии николай лукинский житель городского округа люберцы можно так смело сказать мы завершили первую часть фразы что нужно уметь не подставлять голову под удар наверное это и на жизнь можно перенесли дорогих боксеру да не только к боксерам и мы увидим что благодаря вот этой гибкости человеческой да вам удается до сих пор быть не только в строю но и быть человеком которые и для семьи и для зрителей является ну таким авторитетом но мы все-таки не можем просто бросить тему бокса все-таки один момент вот впервые николай признался что проба про боксера вы сказали что у них очень хорошая память так как но дело в том что хороший боксер это это великолепный компьютер так скажем так да это бесконечная память это вот костя дзю я там дружу дружу там вася ломаченко валуев николай люди с феноменальной памятью они могут вот прочитать страницу и тут же ее воспроизвести на память и для артиста это тоже важно но у меня от у меня нет то есть у меня будет ландарда я бы их боксе добился гораздо большего вечером на на концерте а с утра бокс и так вот как раз теперь немножко продолжим вашу историю такие вот перед нами инженер настоящий инженер я знакомился немножко с тем что пишет так сказать интернет про вас всегда интересно потом лично узнать там чуть ли не пишется так что выбрали пытались браться за любые профессии это было связано с заработками или просто искали себя до того как чуть ли не дворником работу дворику работал да сейчас это уважение чтобы понимает наверняка тогда я жутко этого стеснялся но подрабатывал но это с детства там семья бедная была мама с папой все время брали подработку а мы с братом ходили под металли брат у вас до старший брата вот и мы ходили под металли и сейчас вот осень и листопад им для меня эти листья знаете это ну не такое напоминание одном трудном детстве когда я подметаю и вижу идет девушка я прятался за деревом жутко стеснялся знакомой незнакомый неважно потом уже студентом я работал дворником уже в открытую там уже надо было зарабатывать деньги потом женился на третьем курсе и вообще как бы это было важно для стипендия строят ряд летом а зимой помимо стипенди еще подработка 40 рублей до полставки я еще получал как дворник практически всю учебу на работа голик работа не скажу не скажу что я сильно вот когда артистическая деятельность деятельность как будто говорить и юмориста хотя мне кажется что более обширное до понятия когда вы почувствовали что я звезда во первых я до сих пор этого не чувствую и и не хочу хорошо давайте по-другому за вопрос когда вы подумали о том что кто-то посчитал что вы звезда вот так будет скромно задаю вопрос как дождь какой того к счастью день и не думаю об этом не ведь узнают же был же такой период когда очень часто дам всем каналам но узнают и сегодня я там ходил в любилецкий водоканал оплачивать воду он ранее меня мать сказал я вас очень люблю я сказал у вас хороший вкус просто ну это часть профессии и конечно приятно там когда узнают автографы берут фотографируются сейчас чаще фотографироваться но доросит но в общем не стоит по этому поводу зацикливаться или как-то еще но конечно когда у меня появился чернокожий герой да вот наверное тогда я почувствовал что там появились гастроли что люди даже точно не знали фамилию артиста но знали что смешно пошел нафиг да и увидели на афише этот портрет и шли на концерт вот как бы это это начало гоня с 90-х начало 2000 у вас получается два чернокожих героя теперь один вымышленный и настоящий теперь больше уже тогда больше вот мы сейчас кто-то удивился дело то что мы переходим к личной страничке и когда я тоже опять же знакомился с личным делом я обратил внимание что да вот с первого класса 55 лет вы со своей супругой и как как отмечали кстати вы цветы и обязательно цветы по такие розы я я всегда дарю розы розы да иногда красные иногда белые ну в общем иногда какие есть это понятно да 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 мы как-то любим розы да и 1 сентября но это 50 лет как влюбился женаты там и 42 года с 80 вот ну по непонятно дашь у меня 55 лет быть женатом я еще слишком молод для этого да да мне было нам было по 7 лет я увидел девочку все читали по слогам в классе учительница проверял первый день и первый урок кто как читает не на его кастинг разное и вот это монотонная это вот по ушам пыры мы это все я также читал и вдруг как будто вот свет включили как будто не знаю ну вода побежала как будто в общем вот он такой голосок или как взрослая бегло одну понимаете контраст такой со всеми остальными я раз посмотрел и все и попал на всю жизнь влюбился прям вот не стесняясь говорю вот она как она быстро мне ответила взаимность в десятом классе да то есть в общем я поется в песне первое хочу первое нельзя да мы мы сибиряки очень терпеливые я в общем даже да конечно были мне девочки с кем-то там я пытался дружить она не отвечала взаимностью да а потом как только сразу а я уже боксер и с 6 класса боксер это ухажеров было много потому что она была самая красивая в школе и всех пришлось конечно разгонять уже но когда она ответила взаимностью по ну да уже все моя моя да 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 вот ну вот к счастью да к счастью в 5 апреля было 42 года со дня нашей свадьбы вот эти человек который ухажется правда про дочери поговорим на человек который помнит не только когда познакомились да еще еще день свадьбы это конечно дорогого стой сейчас наверно женщины расставили а что довезли не помню ой вы знаете да не болезнь про дочерей поговорим потому что первая дочка у вас там в районе 20 до лет появилась что такое 21 год вот а потом вторая дочка и младшенькая быстрее стала мамой дамы да и начали вам приносить вот такие вот замечательные до человеческие подарки как сейчас обстоят дела чем дочки занимаются что у вас семей на семейном так сказать направление старшая дочь у нас но она замужем за африканцем и она живет в барселоне она там поехал туда учиться потом вышла замуж там осталось там работать есть где остановиться правда тогда бы куда съездить до а младшая здесь москве с нами живет со старшим внуком младшая дочь она айтишник она тоже вас две дочери и два внука получилась мальчуковая присут бокс как присутствует сейчас старший внук пошел в бокс да ну буквально было но две тренировки так скажем и канал вы как-то посмотрели уже я во первых конечно это была моя инициатива я на тренировке с ним не был но пойду наверное вот пятницу у меня получится с ним патент ревку ну просто хочу посмотреть да возможно знаете как это ну я его с дошкольного возраста держу на лапах но газовый раз ударчики да там зарядку мы с ним делаем то есть какое-то у него представление уже есть а вы зарядку сами делаете ну конечно до сих пор ну конечно конечно да хорошо бегаю по утрам на гастролях особенно николаев вот еще такой вопрос немаловажный все-таки маленькая такая серьезен к а в конце я думаю что может какой-то анекдот вы расскажете что-нибудь но вы же таки юморист мы должны обязаны просто когда вот продать вас хорошо как говорят артисты вот был этап возвращаясь опять же советскому союзу когда вот юмор это был как такой глоток воздуха когда это было очень редко я помню действительно ждали этот утренний эфир на радио по воскресеньям была программа утренняя где там анекдоты опять 25 и так далее там подобное потом появились вот аншлаг вокруг смеха вокруг смеха чуть раньше а потом когда ступили 90-е годы появилось огромное количество программ и стала складываться ощущение что когда много юмора то уровень его интеллектуальности начал ну на мой взгляд стремительно если не падает то чуть-чуть опускаться все ниже и ниже вот как вы сегодня оцениваете вообще есть какие-то градации у юмора или это все зависит от каждого человека который выходит на сцену и смешит публику ведь у нас есть и стендаперы есть так скажем традиционные юмористы пешные да но я во первых не приемлю юмор извините ниже пояса как вы сказали все ниже ниже зала я корректно сказала вот и просто не приемлю но я прихожанин нашего желебинского храма уже более 20 лет и не просто прихожай на алтарник да я когда прихожу на службу я у меня благословение в алтаре я иду в алтарь и иногда по большим праздникам на трапезе там настоятель но вот отец димитрий к сожалению вот царство небесное его сейчас не стало вот коронавируса он умер но в общем ну родной батюшка много лет я у него накормлялся вот он меня иногда просил выступить на трапезе какой-нибудь монолог пройти и естественно я с таким отбором подходил каждой шутки и каждой репризе что у меня такое сформировалось мне присылает новый текст ли я беру там и я сразу думаю смогу ли его прочитать на трапезе а вот то есть так а храме на трапезе выявить у меня четкие рамки и я бы мнение и все я его даже не не берусь даже за него вот так вот а вот как мое такое отношение поэтому я внимательно подходите к текстам а я так понимаю что вы как человек известный популярный особенно в этом жанре то люди вам присылают да какие-то свои не ну присылают имеют авторы пи автор я авторов говорю а с кем и сотрудничать и как вообще происходит ваше сотрудничество конечно ли он измайлов первые мои авторы как бы ему не изменяете но иду я из меня и нему больше больше всего конечно с ним работал особенно начальном этапе даже стал в девяносто втором году лауреатом двух конкурсов с его произведением и с его монологами потом потом у меня появились авторы там другие анатолий семенович раз который как раз придумал чернокожего рода за студента раз он писал и гиби на куру и кларе новико в общем он нашему кругу известный с ефимом смолиным сотрудничали плотно мы лёша цапик юра софин вот сейчас борис шварцман там пишет мне номера андрей новиченко может быть финале что-нибудь вот из репертуара в таком вот в жанре ваш хорошо с удовольствием я постараюсь объединить в этой истории и и бокс и и внука и юмор давайте пришел я на тренировку по боксу здесь люберцах мы тренируемся иногда спартаке иногда в орбите это торговый центр орбита нарезал бокса я взял с собой внука ему было лет наверное шесть и а боксеров к падает не до резиночка на зубы якобы в рот вставил алёша увидел коробочку для копая на такая необычной формы такой форме челюсти такая и где-то подарить забирает ну уж уж ребенок да и он этой коробочкой всю тренировку играет а мы за боксируем там один-два-три раундом не знаю всю тренировка он был не тренировался сидел потом душ потом спускаемся там кафе значит и там такой же маленький мальчик как лёша с молодой мамой и лёша сразу начал коробочка это хвастаться а мне некуда деваться я вокруг маме мама говорю вот там чай кофе она какого сынок играет а внук она говорит какой молодой дедушка я говорю да я рано начал такой выпендривать и тут по ее глазам я вижу она впервые в жизни видит коробочку для копы не понимает что и такое удивленная такая там и пацан этот смотрит а я на лёша она уже узнала что лёша лёша что это у тебя за коробочка или же так хвастливо для дедушкиных зубов а все адрес окончено да да всего доброго николай лукинский житель городского округа люберцы человек который известен не только в российской федерации недалеко за ее пределами юморист заслуженный артист россии человек который любит одну женщину на протяжении хорошего смысла страшно сказать сколько лет мы желаем вам вашей семье всего самого доброго и приходите к нам еще спасибо очень приятно этого программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания николай александрич пивненко и николай александрич лукин 2 николай александрича прощаются с вами счастливо александрич лукин и 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